В этом году десятки семей в Южной Осетии получили новое жилье. Они были отобраны из общего числа очередников. Общественная комиссия по распределению жилья, созданная по поручению президента, признала их истронуждающимися. Они уже вселились в свои дома. На последнем заседании коллегии было предоставлено 30 квартир. Из них в основном получили квартиры многодетные семьи, которые у нас состоят в списках очередности. И получили они эти квартиры по улице Героев 114. Предоставлены были квартиры также историчного жилья, одинокой матери в районе военного городка, другой одинокой матери в микрорайоне Северный. Среди счастливых обладателей собственного жилья семья Сабановых. С тремя детьми им приходилось снимать жилплощадь. Возможности купить квартиру у них не было. Семей ребенок с ограниченными возможностями. Ему нужен специальный уход и немалые финансовые средства. После долгих лет ожидания жилья получилось семагоглоевых. Они жили в родительском доме в стесненных условиях. Между тем, в семье трое детей, двое сыновей уже обзавелись своими семьями. В очереди было 8-й, в 20-м году. У нас были расширены. Мы еще победили. Так в хажерам едутся. Но мы не можем никак. Хошел в фаршину. В рот, хажер. Шарам от души. Трехкомнатный. У нас же фунжай. Шарам. Созам дорожь. Не пришел в фаршину. Решена и проблема многодетной семьи Джабиевых. Дом в селе давно обфитшал. Другого жилья у семьи не было. Долгие годы на съемных квартирах не в самых лучших условиях. Теперь все это позади. Семя наконец обрела долгожданный дом. Долгие годы на съемных квартирах жила и семя Кочиевых. Дом был разрушен в 2008 году, но в этом году они пополнили ряды новоселов. Я училась в 2-3, так что они получили до 8-й, чтобы не было до 3-й. Я училась в 2-3. Я училась в ремонт в 15-30 году, я училась в работе с ней. Так довольны я сам. Комиссия по распределению жилья продолжает свою работу. Документы еще ряда семей на стадии обработки. После их скурпулезной проверки будет определен следующий список обладателей новых квартир. В основном сейчас проверяются списки, льготный список многодетных семей. Улицы Братьев-Кубаев остались у нас трехкомнатные квартиры, и они будут в основном предоставляться сейчас многодетным семьям. И в данный момент члены комиссии пока будут проверять многодетные семьи, и по завершению работы мы опять это вынесем на коллегию. Возведение многоэтажек ведется активными темпами уже 13 лет, однако вопрос нехватки жилья по-прежнему актуален. Летом столичные власти провели перерегистрацию очередников, были сформированы новые списки, но разгрузить их все же не удается. Даже те, кто обеспечен жильем, считают, что государство обязано выделить им квартиры. Регистрацию прошли только 1367 семей. 338 семей не подтвердили свою нуждаемость в жиле и не представили документы. Мы дополнительно их уведомили о необходимости представления, но они по сей день нам ничего не представили. Из списков очередников были исключены более 260 семей. На сегодняшний день составлены уже списки, в общих списках в целом 1367 семей. В администрацию города Цхимвал продолжают поступать документы, но прежде чем поставить семью в очередь за жильем, комиссия проверяет их условия проживания. После перерегистрации к нам обратились с просьбой о постановке на учет более 180 семей. Они тоже обрабатываются, то есть члены комиссии проверяют их на местах, составляются акты, а потом после этого мы их уже будем принимать на учет. Недавно в мэрию обратилась семья Хубаевых. Они с детьми проживают в здании бывшей лаборатории в Черепичном микрорайоне. Темные помещения лаборатории перестроены в жилые помещения. Щепки торчат из стен, потолок в трещинах. Еще одна семья, подавшая документы на расширение Кабула. В двухкомнатной квартире они ютятся с четырьмя детьми. Возможности у самим улучшить жилищные условия у них нет. Члены комиссии также определяют, в какую категорию поставят ту или иную семью. Также, как они отметили, граждане подали документы на расширение, получили жилье от государства с условием, что они сдадут свое собственное. Многие из них так и не приняли окончательного решения, вселились в новые квартиры и не освобождают жилье, которое уже официально принадлежит государству. Они изначально сами изъявляют такое желание – сдам свою квартиру и получу новую. Но когда они уже вселяются в свою квартиру, то им трудно бывает сдавать уже и старое жилье. У нас возникают проблемы, тогда уже нам приходится обращаться в суд. И сейчас в данный момент уже находятся у нас исковые заявления в суде. Жилищная комиссия при администрации города Схимвал продолжит свою работу. Они заверяют, ни одно заявление не останется без внимания. Будет проверяться, действительно ли та или иная семья нуждается в улучшении жилищных условий. Очередников, как и раньше, проверяют строго в порядке очередности в списках. Жители республики могут обращаться по любым вопросам, касающимся распределения жилого фонда, в комиссию.